С благодарностью, любовью принимаю соответствие. Да, я сегодня буду выступать за нашу семью. Мы Пыханцевы Ольга и Дмитрий. Мы из города Новосибирска. Нам 48 лет по профессии, по призванию мы врачи. И ровно три года, как мы пришли в ассоциацию, сели на тренировки. И вы знаете, пришли потому, что в принципе все было хорошо в жизни. У нас более 20 лет опыта в бизнесе. У нас разные направления. Сети ресторанов были, ремонтно-строительный бизнес. Мы всегда помогали людям, всегда шли по профессии медицины, мы оба хирурги. Больше 25 лет я занимаюсь именно семейной медициной. Дима, реабилитация, массажем, урологией. То есть вот у нас такой, знаете, большой бэкграунд. Больше 20 лет у нас опыта в сетевом бизнесе с серьезными результатами. И вроде было все хорошо. Но было тогда 19, 20, 21 год и был ковид. И мне пришлось научиться лечить его. Хотя это не моя профессия, не моя специализация. Но тогда люди нуждались в помощи и обращались к нам. И пришлось разобраться и стать инфекционистом, и иммунологом. И за два с половиной года больше двух с половиной тысяч человек прошли через мои руки из 30 стран. И слава богу, они все живы и здоровы. От 7 месяцев до 90 лет. Со всеми модификациями. И вы знаете, в один прекрасный момент мне позвонила удивительная девушка, которую вы все знаете. Это человек солнца. Это путеводная звезда Вера Макаренко. Которая задала такой вопрос. Ты как? Я говорю, я очень хорошо. Только я устала. Потому что 17-20 часов в сутки без выключенного телефона в любой момент с пунктирным сном по 60 человек в день, за которых ты несешь ответственность, эмоциональную, моральную, за которых ты переживаешь, чтобы у них все было хорошо. Я говорю, я очень устала. И она мне сказала, приди на 10 дней по одному часу в день. Найди это время. Выдели. И я тебе смогу просто помочь. Ты восполнишься. Но знаете, вроде бы 20 лет саморазвития, сотни семинаров, которые посетили мы с мужем. Кстати, я посчитала, ребят, в свою голову, в свое образование мы с мужем вложили более 10 миллионов рублей. Представляете? То есть на все семинары обучения и знания. И думаю, уже вот такой бэкграунд. Ну что такого мне могут за 10 часов дать, что у меня будет результат? Но вот это доверие. И знаете, за что себе благодарна? Если что-то такое предлагается, вот вселенная на самом деле, ребят, нас слышит. Мы здесь оказались по запросу. Потому что буквально за неделю до этого я вот таким образом говорил, боже мой, я хочу такое дело, такой бизнес, который нужен людям. Который по нашей душе, по нашей ценности, который будет приносить пользу. И очень высокооплачиваемый. Потому что есть семья, есть дети, есть родители, есть ответственность. Мы любим путешествовать. Хочется жить достойной жизнью, зарабатывая на честном деле. И представляете, ребята, через неделю она мне звонит. Но ведь так даже пазлы не сложились. Они сложились чуть позже. И вот что произошло. Когда я пришла на тренировки, я увидела результаты собственные. На пятый день у меня было такое ощущение, знаете, ребят, как будто вот жидкость мутная, вот эта усталость, вот эта какая-то волнительность, да, переживание. Вот как будто ее взяли, открыли, слили и наполнили тебя чистой родниковой водой. Как будто ты год был в отпуске, выспался, потому что до такой степени хотелось уже просто выключить телефон и помолчать. И вот эта энергия появилась. И вы знаете, что самое было удивительное? Что люди, которых я продолжала лечить в то же самое время, они начали выздоравливать в два раза быстрее. И вот у меня возникла мысль, как так-то? Я же прошла тренировки, а они нет. Они еще там не были, они ничего не знают. Но моя энергия, как врача, как человека, который любит людей, желает им здоровья, счастья, хочет помогать, она стала сильнее. Представляете, насколько это важно? И вы знаете, есть термин здоровья, который классификация его звучит так. Здоровый человек – это не тот человек, у которого физически ничего не болит. А здоровый человек – это у которого все хорошо физически, социально, духовно и материально. Представляете? И вот если с этой позиции брать, сколько у нас здоровых людей, если в какой-то сфере есть провал, то человек не будет полноценно здоровым. И я увидела здесь, конечно, для себя возможность в первую очередь помогать людям. Делать их здоровыми в полном смысле этого слова. Делать их счастливыми. И я очень благодарна своему наставнику Верочке Макаренко, которая просто мне предложила и показала этот путь. И три года наша семья, наши дети, наши родители, наши родственники, наши друзья с нами. Это такое счастье, потому что, ребят, вы знаете, каждый день вот такие проходят Академии величайших лидеров. Более года каждый день Петр Силкин включает камеру и начинает наше приветствие. Создает нам вот эту вот настройку на день. Выступает Владимир Викторович Довгань. Сколько мы здесь знаем. Какой кладезь знаний, мудрости, чистоты, энергии происходит каждый день. Заряжает просто фантастически. То есть нам есть о чем всегда поговорить. Нам есть чем поделиться. Вы представляете, да сколько мы с вами интересные люди. Потому что мы можем говорить про Макаренко, про Монте-Сори. Мы можем говорить про Илона Маска. Мы можем говорить совершенно на разные темы. Из разных вообще сфер жизни. Мы интересны и для физиков, и для математиков, и для медиков, и для педагогов, и для музыкантов. Потому что у нас с вами такой бэкграунд. Я очень благодарна за вот эти школы и за эти встречи. Ребят, это величайшая ценность. Знаете, я хочу сказать благодарность своей команде. Потому что так происходило, что несколько дней подряд они у нас тоже побеждали. Точно так же выступали на сцене. У нас школы в нашей команде проходили. Где наши партнеры выступали. И вот вы знаете, вот такая гордость, уважение и благодарность, что твои ученики превосходят тебя. Потому что для учителя самая большая победа, это когда его ученики становятся лучше. И я слушаю их, вот знаете, слезы текут радости и счастья. За то, что ты имеешь сопричастность к улучшению жизни людей. Несите этот свет, дарите любовь. Потому что, ребят, а когда нам с вами в жизни делали предложение, которое говорит о том, что вы можете колоссально улучшить жизни людей. Сделать их жизнь лучше. Улучшить этот мир. Цените то, что имеете. Потому что точно каждый здесь по запросу. Вселенная нас слышит. А вот наша мудрость заключается в том, чтобы услышать Вселенную. Я благодарю всех. Величайший Петр, передаю микрофон. И поздравляю всех с триумфальным ростом, дорогие.